Ну, как интересно, появились уже резонансы и стоячие волны. Всем привет! Это незапланированное видео, в котором я хочу поговорить о стоячих волнах на простом, доступном языке. На ломаном, простом языке. Если вы не первый раз на этом канале, то знаете, что я уделил акустике много внимания. Но неважно, сколько информации на эту тему вы прочли и посмотрели, все равно будет много непонятных моментов и вопросов. За последний год люди задавали мне похожие вопросы, связанные с низкими частотами, бас-ловушками, пиками и провалами. Поэтому я решил сделать это короткое видео. Поехали! Для того, чтобы разобраться с темой стоячих волн и низкочастотных отражений, я рекомендую дополнительно посмотреть третье и одиннадцатое видео. А также двадцать седьмое, в котором я показывал, как перемещение мониторов влияет на стоячие волны. Что такое стоячие волны на простом языке? Стоячие волны выражаются в виде пиков и провалов АЧХ ниже 200 Гц. Обычно в небольшой прямоугольной комнате у вас будет два-три провала и два-три пика в том месте, где вы сидите. Из-за этих пиков и провалов мы не слышим правильную звуковую картинку во время сведения. Самое проблематичное это провалы. И первый вопрос, который задают все, как от этого можно избавиться? Короткий ответ, от этих пиков и провалов нельзя избавиться, но можно их уменьшить. И иногда значительно сильно уменьшить. Первое, что можно и нужно сделать, это поиграться с расположением мониторов. Давайте взглянем, как это влияет на провалы. В этом симуляторе у нас есть комната шириной 4 метра, длиной 5 метров и высотой 2,8. Передвижение мониторов в стороны, вперед и назад позволяет сгладить некоторые пики и провалы. А также расположение мониторов по высоте значительно влияет на финальный результат. А теперь давайте разберемся, почему в комнате получаются стоячие волны. Допустим, что эта коробка является комнатой. Все стены, потолок и пол параллельные и все углы 90 градусов. В этом месте находятся динамики, а здесь мы сидим. Низкочастотные волны отражаются от всех поверхностей. И эти отражения пересекаются с прямым сигналом, исходящим из динамиков. Вот эти пересечения прямого и отраженного сигнала создают пики и провалы. Видите, как все просто? Параллельные поверхности, углы в 90 градусов – это идеальная среда для создания стоячих волн. Если убрать переднюю или заднюю стену, то мы почти избавимся от этих пиков и провалов. Стоять. Если наклонить стены, наклонить потолок, то это тоже значительно уменьшит проблему. Но, к сожалению, в реальной жизни мало кто может такое сделать. Поэтому, чтобы немного изменить геометрию комнаты, можно использовать абсорбирующие панели из минваты, специализированные бас-новушки, а также электронные бас-новушки. Если у вас есть лишние 20 тысяч долларов, то это вполне решимо. Но каждый из этих вариантов занимает много места в комнате. Если вам это не нравится, то, как мягче это сказать, это ваша проблема. Против законов физики не попрешь. Ладно, давайте поговорим о том, что, собственно, можно поделать. Два варианта. Первый для людей, у кого реально маленькая комната и нету места. И второй вариант для тех, у кого есть место, но акустические абсорбирующие панели и расстановка мониторов не решимы все проблемы с низами. В первом случае, если у вас маленькая комната, не парьтесь с акустикой. Да, вы правильно меня расслышали. Не парьтесь с акустикой. Инвестируйте деньги в наушники. И время на тренировку слуха. О тренировке слуха я говорил в 30-м видео. И это самое лучшее, что вы можете сделать для себя, если хотите улучшить ваши миксы. А для тех, кто серьезно занимается сведением, и у вас есть помещение, может коммерческая студия, в котором уже сделана акустическая отделка, но все равно есть проблемы с провалами в низкочастотном диапазоне, попробуйте сделать следующий эксперимент. И, пожалуйста, не говорите, что у вас нету места, будет выглядеть некрасиво и давать прочие отговорки. Купите несколько упаковок минеральной ваты. Допустим, 8. Не важно, какой плотности и какой фирмы. Не открывайте их. Не вытаскивайте минвату. Допустим, что это упаковки минеральной ваты. Как интересно, появились уже резонансы и стоячие волны. Поставьте две упаковки, одну на другую, с одной стороны левого монитора. Две другие упаковки, одна на другой, с правой стороны монитора. То же самое сделайте возле правого монитора. Поставьте минвату немного под наклоном. Поэкспериментируйте с этим наклоном. И посмотрите, как это влияет на провалы в низкочастотном диапазоне. За счет этих нераспакованных пачек минваты мы немного меняем геометрию комнаты. И если так можно сказать, траекторию низкочастотных отражений. Поэкспериментируйте с расположением этих упаковок. Справа от меня стоят две таких, занимают много места, но решают определенную проблему. И цена вопроса очень и даже очень хорошая. Но если для вас в вашей комнате, в вашем случае, это не будет работать, то можно вернуть упаковки обратно в магазин. На сегодня все. До следующего видео. Продолжение следует...